Как же изучать иностранный язык по песням? Знаете ли вы? Я знаю. Учи. Учи. Учи, грызи, да? Грызи, да. Пора представить нашу сегодняшнюю гостью. Да, давайте представим. Алена Демиенец, преподаватель французского языка, наш любимый уже преподаватель французского языка. Итак, давайте разбираться, можно ли... Bonjour. Можно ли по песням действительно что-то выучить? Мы помним, что в детстве, когда английским или французским интересовались, мы же слоги русские писали, вот это вот все. Да. Ракамакофон, вот это вот все. Так можно ли выучить? Это очень большая мотивация для того, чтобы вообще изучать иностранный язык. То есть иногда вслед за песнями именно начинают изучать, допустим, французский язык, ну и английский тоже. Потому что хочется узнать, о чем поют, хочется тоже петь. И некоторые вот просто пересматривают французские мюзиклы по несколько раз. Я знаю таких людей, и которые благодаря даже мюзиклам какие-то фразы, какие-то слова просто запомнили, даже не изучая совсем французский язык. Ну это, наверное, Ноттердам, да? Да, 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 Ноттердам-де-Пари, например. Но я все-таки больше склоняюсь к тому, чтобы на материале песни отрабатывать какие-то конкретные грамматические конструкции или какие-то лексические интересные единицы. По-разному можно. Мы знаем у некоторых звезд, вот на примере английского, что иногда они используют неправильное построение. Да. Как с французским дела, например, обстоят. Поэтому нужно преподавателю выбирать в соответствии с целями, да, со своими материал. Если это, например, дети, то это вообще часто специально написанные песни. Ну, допустим, для каких-то детских учебников, и они очень классные дети, очень любят их петь. И придумывать даже, вот я, например, с ребятами придумываю к ним движение, чтобы у них актуализировалась вот эта связь действия и слово, которое они слышат. И это очень здорово работает, они запоминают сразу. Вот если это подростки и взрослые, здесь, конечно, не очень уместно будет там танцевать какие-то танцы, но, тем не менее, если преподаватель знает, для чего он наберет эту песню, что он будет в этой песне отрабатывать, то он, конечно, заранее просмотрит, чтобы это не навредило грамматике, чтобы все было так, как нужно и не сбило, да, вот, допустим, с правильного пути. Алена, а что скажете по поводу просмотра фильмов? Ведь тут же часто прибегают... Мы уже говорили же об этом подробно. Да? Да, давай мы всех направим в наши социальные сети и сейчас спросим про ударение, можно? У меня не было тогда, я пропустил, я болел. Да, я хорошая ученица, я это все выучила. Короче, тема про фильмы была, да? Мы очень хорошо ее разобрали, я тебе ссылку пришлю. Можно, можно тогда я другой вопрос? Французский немножко... Я про другое хотел спросить. Вообще, в принципе, когда смотреть фильмы, это же тоже полезно, да, на оригинале? Да, конечно, да, и мы говорили, что лучше это тоже для отработки, да, чтобы какие-то моменты интонационные отработать, допустим, на слух. Смотрите, иногда в песнях непонятно ударение. В французский, конечно, немножечко у него здесь привилегированное положение, потому что всегда на последний слог. Но когда слово длинное, некоторые могут растеряться. Я вспоминаю, как все без ума были от ЗАЗ, и у нее вот, значит, донемо, вот эти вот все, и там было такое в припеве «bienvenue de ma réalité». И ты вот с этим «bienvenue» куда его произносить, где ударение, почему оно такое? Это одно слово или их тут несколько, куда ударение? С французским легче, как с остальными, как вам кажется? Ну, мне кажется, что в песне вообще иногда могут быть, конечно, отклонения и от ударения, и от фонетики. Иногда произносятся звуки, которые не произносятся специально для того, чтобы сохранить вот это мелодическое ударение. Но, с другой стороны, мы же вообще к разному языку должны привыкать, да, не только к какой-то стандартной норме, но и к такой тоже. Это ведь большой пласт культуры. Поэтому, я думаю, не стоит вот из-за таких нюансов его вот как-то остерегаться. А нам стоит погрузиться. Я знаю, что вы с нами заготовили какой-то урок. Значит, что я вам сегодня... Это Джо Де Сэм. О, сразу же. Мы его знаем. Ну, давай, ты же тоже знаешь. Ура! Слушайте, Ален, прежде чем мы запустим, а восприятие песни вот лучше вот здесь или вот здесь идет? Ну, когда мы читаем текст, да, песни сначала, заучиваем, или все-таки вот на слух воспринимается и запоминается быстрее? Ну, потому что мелодия, она всегда, ну, хочется подпеть, да, любой песни, даже если ты ее не знаешь, если она тебе понравилась, да, если она тебе мелодична. Здесь как у нас? Я считаю, что это еще очень зависит от того, какой у вас тип восприятия. Такой же темы не было еще, правда ли? Нет, нет, все хорошо. Пересматривать телевизор не надо? Если вы хорошо воспринимаете информацию на слух, и вы в целом ее хорошо можете воспроизвести, то замечательно. Если вам необходима зрительная поддержка, да, то текст, он просто вам в помощь. Но есть вот композиции медленные, да, и я сегодня подобрала очень известные, то есть вы их точно знаете, мне кажется, каждый их знает. Но у меня к вам вот задание. Я бы хотела, чтобы вы попробовали, как в угадай мелодии, не только назвать исполнителя, но и название песни. На французском, конечно, в это. На французском, да, потому что это будет звучать. Давай, мы повторять будем. Так ты выиграешь все, я вообще не участвую. Нет, давай вместе. О, принимает участие в этой игре Александра Ильича. Давай вместе, я же не все знаю, ну чего ты, я... Давайте, я готова. А ты хотел не участвовать. Это просто по первой строчке, чтобы дальше не слушать и не воеваться. Понимаешь? А я все время вот эти... Никак говорить не могу. Более могу сказать. Значит, у Джо Досена есть еще такая же песня, которая начинается с этого слова и называется так же. Вот, посмотри, какой ты француз классный. Что следующее? Давайте вот еще к «Экзисте па» вернемся. Может быть, вы знаете перевод этой строчки. «Па» — это отрицание, а «экзист» — это же существовать. В общем, если бы тебя не существовало. Если бы тебя не было, да. Да, если бы тебя не было. Да, давайте дальше. Это что-то из современного. Это «Струмайе». Причем его имя, насколько я знаю, в французском языке есть какой-то отдельный язык, когда они переставляют слоги местами. И вообще это было слово «маэстро», но он его переставил. И это очень французская такая история. И песня «Бедная и несчастная». Она так и называется «Папа у ты». Да, да, «Папа у ты». «Папа где ты». Да, «Папа где ты». Все смеются и радуются под эту песню, а она безумно грустная. О том, что человек рос без папы. И он об этом и поет. «Отец, ты где?» А что радуется? А мы все... Ну, видишь, она такая веселенькая. «Папа у ты». Не, ну там и клип тоже такой веселенький. Ну, в общем, как-то так. Вообще, я бы тоже хотела сказать про «Струмайе» отдельно. Он бельгийский вообще исполнитель, да? Он родом из Бельгии. И, к сожалению, его творчество воспринимается не настолько серьезно, насколько серьезным оно является. Потому что у него в текстах поднимаются проблемы всегда очень серьезные. То есть если мы возьмем его последний альбом, погрузимся в тексты, это заставит задуматься. И он такой очень философский. Да, и мы иногда, не зная текст, можем подумать, что это что-то веселое, что это да-да-да, что-то очень такое легкое. Но под этим всегда есть второе дно. Ну, ищите перевод его текстов. Там есть что подумать. Так, дальше. Я забыла, как их зовут. «Мерэ Матье». Да. И еще название. Ага, мы вот можем попросить в серединке, да? В серединке, я думаю. Давайте, товарищи же все. Это же Шарль Азнавур. Он же Азнавурян. Мы помним, что он все-таки армянин. Да. Как же ее? А Иван сказал. А ты назвал уже по переводу песни? Нет, я не перевод назвал. Есть же советская песня. «Вечная любовь», да. Да, а на французском «Une vie d'amour». «На всю жизнь», да? «Жизнь любви», да. «Une vie» – жизнь, «д'amour» – любви. Да, «Мерэ Матье» и «Шарль Азнавур» – легенды. «Матье» – правильно? Да, «Мерэ Матье». Не «Матье», да? «Матье». «Мару Шоу». Так, сейчас тоже будет такое посовременнее. А это, а это, ну-ка. Это «Адэ». Нет, нет. Сара, что ли, Сара. Про любовь, что-то. О, Лин забыла. Так, я забыла. Почти. Лара Фабиан. Лара Фабиан. Жетем. Люблю тебя. Да, я тебя люблю. Часто она выступала в России. Да, да, да. С Игорем Крутым выступала, да. И песня – это такой хит. Да, хит о любви. Жетем. Я тебя люблю. Ну, она прям разрывает сердце. Страданческая песня. Да, да, да. Вот она вот поплакать вечером одной, от нечего делать. Да, на кухне, на подоконнике сидит, да. Если есть подоконник, конечно. А последнюю сейчас я вам предлагаю послушать очень внимательно. Ну, вы ее тоже знаете, вы ее даже уже цитировали. Потому что к ней будет задание. О, задание. Хорошо. Задание, какое можно предложить. Это мы любим. Угадывать? Это ЗАЗ. Песня. А вот сколько она, кстати, называлась? Дайте мне чего-то так. Она в самом начале произносит строчку и по первым словам название песни. Донема, нет? Нет, это уже... А, это будет в серединке? Да, это уже буклет. Подождите, напоминайте, Алена. Жеве. А, Жеве. Я хочу. Я хочу. И она дальше перечисляет чего? У нее же известная песня еще «Такси» есть, да, по-моему? Нет, это Ванесса Паради. А, вот это Ванесса Паради, да? Нет, это ЗАЗ, это другая. У нее свое, такое творчество. Так, а какое задание у нас? Задание, смотрите, вообще можно, конечно, предложить много разных заданий, но вот я вам сегодня одно из заданий... Давайте самое легкое. Искоренько, да. Оно, правда, легкое. Здесь отсутствует несколько слов. Эти же слова есть ниже. Внизу, да? Да, и вам нужно будет их... Я люблю такие. Я надеюсь, все будет видно. Да, вот это те... Может быть, для зрителей будет интересно. Те певцы, которых мы сегодня с вами посмотрели, можно нам, пожалуйста, их просто переключить? Мы еще до них обратим внимание. Да, сюда, 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 сюда. Вот, это все то, что мы как раз послушали. Да, да. Почему не было сегодня этой-то... Кого? Патрисии Касс! Ну вот так. Там же тоже бомбические песни. Верните там нам задание, где задание было, куда вы обратно. Да, 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 самую последнюю. Вот это, да. На самом деле их столько, что можно бесконечно говорить. Je veux de l'amour. De l'amour. Так, хочу любви. Да, первое. Я хочу любви. De la joie, радости. De la bonne amour. Это хорошего настроения. Ce n'est pas votre argent. Это не ваши деньги. Qui fera mon. Что выбираете? Сейчас. Liberté? Нет. Нет. Ну, мужского рода слово существительное. Как у них это все сложно. Не ваши деньги, que fera mon. Ну, смотрите, amour уже было. Liberté не подходит, что остается. Realité? Еще вариант. Bonheur! 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 Которые, да, сделают меня счастливой, то есть создадут мое счастье. Moi и повторяется... Moi. Je veux. Ага, moi, мое желание, да? Да, я хочу умереть, положа руку на мастерство с чистой совестью. Allons ensemble découvrir ma... Вот куда-то. Bienvenue de ma réalité. Здесь точно, добро пожаловать в мою реальность. Да, в конце реалитэ. Это точно, единственное слово, которое осталось здесь, это точно. Нет, я только это. Надо было снизу начинать тогда. Да, ну вот чего ты. Давайте вместе откроем мою liberté, свободу. Ублия donc tuo клише, забудьте все ваши клише. Bienvenue, добро пожаловать dans ma réalité, в мою реальность. О, боги! Спасибо! Это песня Патрисии Касс. Спасибо вам, потому что... ЗАЗ! ЗАЗ! Это ЗАЗ! Вы нас приглашаете в свою реальность французского языка, и это очаровательно. Я надеюсь, что кого-то мы заразим, и поподробнее его уже начать изучать. Угу. Угу.